Добрый день, друзья! Сегодня 4 января. Я решил записать отзыв о клетках Дмитрия Бочарова. Давно уже хотел это сделать. Но все свободного времени не было. Ну и сейчас на новогодние праздники это можно сделать. Ну, во-первых, хочу сказать, почему я решил заказать клетки именно у Дмитрия. Ведь можно было найти в Самаре клетки для птичек и дешевле даже тому же. Но не все меня устраивало в клетках, которые я смотрел здесь у нас в Самаре. Начиная от качества изготовления и заканчивая конструктивными особенностями этих клеток. Ну, я решил взять одну клетку для пробы. Это была клетка для курни сушек. Получил я ее. И, как говорила моя бабушка, дешево да гнило, дорого да мило. Поэтому я нисколько не жалею, что клеточки Дмитрия, пусть и дороже, но качество на межгалактическом уровне, если так можно сказать. Шикарные клетки, опередившие свое время. Не слишком папастно звучит? Может быть и слишком, но я так вижу эти клетки свои. И даю такую оценку. Да, качество на высшем уровне. Лазерная резка, металл 0,7 мм. Ну, первую клетку я взял для курни сушек, напомню. Поставил ее в маленький курятник. Что еще для меня было важно? То, что клетки разборные. То есть, они разбираются на составные части. Можно перевозить, переносить. Так как у меня маленький курятник. Он и есть маленький. Собранную клетку я бы туда не занес. Тем более, что еще сам курятник у меня был разделен на вольеры. Я просто бы не смог туда внести. А клетка мне нужна была для курни сушек. Хотел я попробовать клеточное содержание. Многие говорят, что в клетках корм не очень хорошо. И сетка у них на лапы негативно воздействует. Ну, сетка пола я имею ввиду. Вот что хорошо в клетках Дмитрия, то, что клетки у него универсальные. Вот я уже теперь могу сказать на примере бройлерных клеток. Вот они. Они же универсальные для подращивания молодняка. Можно также использовать как брудеры. При желании немного доработав. Здесь два типа сетки напольной. 19,5 на 25 и 25 на 25. Они снимаются при желании. Вот, замочки убираем, вытаскиваем. Эту клетку ставим. Например, 25 на 25. И удобно очень мыть. Например, клетку сетку снял, отнес, помыл, назад поставил. Все быстро и прекрасно. Скажу, что используется сетка толщиной 2 мм горячего цинкования. Что очень важно при содержании птички. Например, здесь в Самаре я у нас толще, чем 1,8 мм сетку не находил. И тем более горячего цинкования. Может быть, я плохо искал. Но, по крайней мере, в розничной продаже я такую сетку не нашел. Ну и, конечно, когда сетка просто сварная, в местах сварки она со временем будет ржаветь, сгнить и приходить в негодность. Вот эта сетка с горячего цинкования, она, конечно, хватит надолго ее. А это вот лапки, которые были любезно предоставленными моими петушками, пушкинцами пятимесячными. Для иллюстрации того, что вполне здоровые лапки у петушков, курочек, которые живут на сетке. Как вы помните, это была елочка новогодняя. Я ее разобрал до следующего года. В следующем году опять буду наряжать. Ну, какие плюсы у клеток Дмитрия? Хочу сказать, что вот первая клетка моя для несушек была оборудована вот такой же дверцей посередине. Ну, вот как у перепелов. Ну, не совсем удобно, да? Маленький вход, как бы, ну, для уборки клетки не совсем удобно. И доставать птичку, ну, с перепелками это не так актуально, а вот с курами это актуально. Ну, Дмитрий свои клетки модернизировал со временем и сделал вот такие раздвижные дверцы. Вот. И когда я заказывал последующие клетки, он для моей первой клеточки прислал мне комплект направляющих и дверей. Я поменял. Причем это он сделал бесплатно совершенно. Вот. Клетка удобная. Здесь уже, соответственно, сейчас покажу. Мы раздвигаем. Вот такой вот вход. Везде там удобно залезть в самый дальний уголок. Ну, конечно, значительно удобнее. Раздвижные клетки. Так, курочки мои волнуются. Следующий плюс, что эти клетки можно установить на колеса. И очень удобно при уборке курятника. То есть я клетку отодвинул, убрался там, подмел и назад поставил. Правда, для перепелиных клеток колесики не предусмотрены. Но я сделал вот такую платформу из бруса. Тоже установил колесики и также убираю клетки. Вернее, за клетками. Так. Следующий какой у нас плюс? Следующий плюс заключается в том, что можно заказывать поддоны не только из оцинковки, но и пластиковые. Как вы видите, я вот для сравнения поставил, пластиковые в два раза выше. Борта с пластикового поддона в два раза выше. Это очень удобно. Ну и к тому же, я думаю, срок службы пластиковых поддонов не ограничен. А оцинкованные поддоны, видите, они чернеют, ржавеют. Со временным здесь будет дыра. В общем, лучше немного переплатить и заказать пластиковые поддоны. Плюс клеточного содержания в том, что птичка ничем у меня ни разу не болела в этих клетках. Я могу просто по помёту контролировать их состояние. Смотрите, какой прекрасный помёт. Не помёт, а сказка. Вот такие колбаски тут лежат. В общем, я контролирую состояние птицы. Переселились они сейчас в эту новую клетку. И тут с ума сходят мои курочки. Хочу сказать, что я их вообще ничем не пропаиваю. Кроме витаминов. Ни от кокцидей, ни от глистов, ни от антибиотиков не даю. Им тут просто нечем заразиться и заболеть. Также удобно тем, что поилки могут располагаться как внутри, вот для малышей, внутри они стоят, так и снаружи. Ну и в этих клетках я птичку держу. Ну, бройлеров, понятное дело, до забоя. Петушков до трёх месяцев, тех которых я оставляю для родительского стада, я держу здесь до трёх месяцев. Потом уже эти клетки, конечно, становятся тесноваты. Если бы они были повыше, сантиметров на десять, это было прекрасно. Петушков можно было удержать и больше в них. Ну, а не с ушком, что они вполне здесь себе умещаются. Вот у меня петухи пушкинской породы. У них огромные гребни, вот у этого маленький. А у кого вырастают такие шикарные розы, просто букеты роз, они уже с трудом помещаются здесь, чтобы покушать. Ну и последний отзыв, наверное, о самом Дмитрии Бочарове. Хочу сказать, что вот я нисколько не пожалел, что я заказываю клетки у Дмитрия. Отзывчивый человек. Если, например, у меня какие-то вопросы к нему, он всегда на связи, во-первых. Во-вторых, если нужны какие-то запчасти дополнительные, если что-то вдруг при транспортировке здесь было испорчено, доставлено, Дима это заменит с запасных частей, какие тебе нужны, он добавит. И если вот случаются какие-то вопросы в течение эксплуатации, и у тебя есть какие-то идеи дельные, которые можно предложить, Дмитрий прислушивается и эти идеи воплощает в жизнь. Также вот он доработал сейчас клеточки перепелиные. Я вам сейчас покажу на примере вот этих клеток, что теперь поддоны здесь получаются... Вплотную вот сюда к этим стоечкам подходят. На старых клетках вот этот уголок был не наружу, а вовнутрь. А вовнутрь вот сюда. И поддон был вот так вот, до этого уголка. То есть он по этим полозьям не ездил. И здесь все время скапливался помет. Несмотря на то, что отбортовка есть, помет все равно вот сюда вот падает. И у меня такая клетка одна есть, я вам сейчас ее покажу. Вот, друзья, хочу я показать, что этот уголок вот сделан вовнутрь. Видите? Поддон здесь так. И здесь вот на этом уголке, уголок жесткости, вот лежит помет. Вот в итоге Дмитрий сделал вот эти уголки вот наружу. Ребром жесткости так, да? Вот ребром жесткости наружу. Здесь, кстати, видите шланг. Шланг, видно как, вот видите, шланг здесь прям можно установить. Так аккуратненько он идет, идет вот до поилки. Там с той стороны он также этот шланг вдоль этого уголка дальше вниз спускается. Очень удобно получается. Вот. Ну, в общем, это вот он клетку модернизировал. Стало более удобно. Удобно. Видите, здесь чисто абсолютно, нет никакого помета. Очень удобно. Следующий момент. Я покажу вот на этой клетке. Вот. Направляющая, она П-образная. Здесь П-образный профиль, по которым движутся дверцы. Клетка для родительского стада, она намного больше. Она высотой 85 сантиметров. И, соответственно, у нее дверцы больше, тяжелее. И однажды, когда я открыл дверь, вот так, в той клетке, у меня там жили два петуха. Один петух наступил вот здесь вот посередине. А здесь находится внизу еще дренажное отверстие. Как бы она, это отверстие ослабляет вот эту П-образную конструкцию. В общем, он тут наступил, и она вниз продавилась. Вот. Почему? Вот здесь вот хорошо. Здесь решетка, и она лежит на решетке. А там же сетка не так сделана. Там яйцезборник еще, поэтому это висит в воздухе. Петух здесь наступил, и она у меня поломалась. Согнулась вот здесь, сплющилась, стала такая кривая. Вот. Но я Диме об этом сказал, позвонил. И он сразу же, я не знаю, в течение нескольких дней усовершенствовал эту направляющую. Сделал ее более жесткой. Я вам ее сейчас покажу. Вот видите, какой он сделал в итоге. То есть была вот П-образная, а он еще вот это сделал тут. Ребро жесткости у меня поломалась. Одна такая направляющая, Дмитрий выслал мне три на будущее, на всякий случай. Вот. Ну что, его характеризуют только с самой хорошей стороны. Да и вообще, я думаю, кто с Дмитрием столкнулся, может сказать только самые теплые и добрые слова о нем. Но я вот нисколько не пожалел, что я с ним, как это могу сказать, работаю, общаюсь. Да, кстати, это был один из первых людей, птицеводов, который откликнулся на мои вопросы. Тогда, когда болела в прошлом году моя птичка, я просто не знал, что делать. Вот Дмитрий мне дал очень много зельных советов. Мне, как вообще новичку там птицеводстве, намного и глаза открыл. Конечно, он такой, кладезь знаний. Вот. Он, кстати, один из моих первых подписчиков. Там, наверное, у меня еще было подписчиков, я не знаю, 70. Я его также на YouTube нашел, подписался. Через какое-то время смотрю, Дмитрий тоже подписался на меня и даже делился моими роликами у себя на канале. Ну, в общем, хороший, добрый человек. И такие же прекрасные клетки у него. Надеюсь, они прослужат мне долгие-долгие годы. Ну, и, конечно, я не останавливаюсь на достигнутом. Сейчас заказаны вот для перепелов очередные клетки, которые, я надеюсь, в январе придут ко мне. Ну, а там, в принципе, посмотрим дальше. Место еще у меня есть здесь для клеток. Так что, война, план покажут, как говорят. Всем удачи, ребята, всем пока. Подписывайтесь на канал Кура в Мегаполите. Увидимся. Ну, а это вот клетка для родительского стада. Она высокая. Видите, петуху там достаточно комфортно. Места ему хватает для проживания. Вот. И здесь вот я сейчас покажу. Вот. Стоит такая направляющая. С этим ребром жесткости. Видите, здесь яйцезборник. Она не лежит на решетке. Поэтому, вот я говорю, когда она была открыта, петух пытается вырваться на волю. Влада, не буду его раздражать. Он здесь сидит, ждет, когда уедет в новое хозяйство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова